Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Ездры. И сегодня мы будем с вами просматривать вторую главу этой книги. Вот так описывается содержание этой главы у экзегетов. Из предыдущей главы мы узнали, что много людей вернулось из Вавилона в связи с указом Кира, а в данной главе перечисляются некоторые из вернувшихся семей – начальники, простой народ, священники, левиты и служители храма. Сообщается общее количество вернувшихся и описывается сопровождавший их эскорт. Указывается, сколько было пожертвовано на служение храма, точнее, на восстановление храма. И начало этой главы слова – вот сыны страны, из пленников, переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившихся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город. Вернуться каждому в свой город, в свой дом – это великое счастье. Я не знаю, когда выйдет эта передача, но когда мы готовили эту беседу, в Москве был жесткий карантин, и люди находились в своих квартирах, домах, и были отягощены этим. На самом деле верующий человек – это самодостаточный человек, который в любых обстоятельствах чувствует себя автономно, спокойно и независимо, потому что для него главное – это иметь Священное Писание под рукой и молитвенник. И люди не всегда могут оценить, какое значение для них имеет их дом, их семья, их родные и близкие. Сейчас, когда я произношу эти слова, многие слишком много общаются друг с другом, как им кажется. Но, может быть, Господь специально так все сделал, потому что мало мы уделяли внимания своим детям, своим внукам, а теперь, оказавшись все вместе, мы можем исправить те кривизны, которые накопились за прошедшее время. И далее здесь перечисляются имена людей, которые возвращались. Тут имена начальников, священников, левитов. Я не буду зачитывать весь этот список. И 64 стих сообщает, все общество вместе состояло из 42 360 человек. И ниже, кроме рабов их и рабынь их, которых было 7 337, и при них певцов, и певиц 200, коней у них 736, лошаков у них 245, верблюдов у них 435, ослов 6720. Мы видим, что те иудеи, которые были князьями, даже в Вавилонском пленении, эти князья, по-еврейски Сарим, князья, они имели своих рабов, они имели своих слуг, потому что правители над ними, которые пленили их, они понимали, что нельзя разрушать социальные системы взаимоотношений между представителями разных классов, иначе воцарится беспорядок и хаос. То есть положение князей захваченных народов сохранялось, чтобы они сами устанавливали порядок в своей диаспоре. Поэтому не надо удивляться, что у людей, которые находились в плену, у них все это было. Читая книгу пророка Даниила, мы видим, что некоторых из еврейских людей, даже юношей, правителей Вавилона ставили губернаторами, начальниками целых областей. Из глав поколений, это 68 стих и ниже, некоторые, придя к Дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на Дом Божий, чтобы восстановить его на основании его. То есть их задача заключалась в том, чтобы восстановить храм на том основании, на котором он и был построен. Основание храма – это гора Мария, то есть то самое место, где Авраам приносил в жертву Исаака. Само это название горы Мария, а слово «мира» означает «благоухающее место» или «благоухающая гора», или место, откудого, как потоки благоухания, возносятся молитвы. По достатку своему, они дали в сокровищницу на производство работ 61 тысячу драхм золота и 5 тысяч мин серебра и 100 священнических одежд. Здесь мы видим, что пожертвование было на восстановление храма и на оплату труда. Иногда бывает так, что мы, священнослужители, злоупотребляем религиозностью своих посомых, когда мы говорим, ну вот сделай то-то, то-то, во славу Божию сделай. Если человек имеет достаток, конечно, он может сделать и во славу Божию, но если человек имеет семью и у него достаток его достаточно слабый, мы должны оплачивать труд любого такого человека, даже если он это делает для храма Божия, ибо трудящийся достоин пропитания, как сказано в Священном Писании. «И стали жить священники и левиты, и народ, и певцы, и привратники, и нефинеи в городах своих, и весь Израиль в городах своих». То есть они рассредоточились в городах, из которых они были по происхождению, но их духовным сердцем оставался Иерусалим, гора Мария, то место, на основании которого надо было восстановить храм. Строго на том же месте, где был первый храм, храм царя Соломона. Итак, сегодня мы с вами сделали обзор второй главы первой книги Ездры. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать третью главу этой книги. Берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok